Либо-либо Европа, 1999 год. Испанский судья выписывает международный ордер на арест одного из самых страшных диктаторов современности – Аугуста Пиночета. Испания обвиняет Пиночета в исчезновении сотен своих граждан в Чили. Генерала Пиночета задерживают в Лондоне, но судебный процесс затягивается. Главное препятствие к свершению правосудия состоит вот в чем. Документы, доказывающие участие Пиночета в исчезновении испанских подданных, находятся в архивах за тысячи километров от Европы, в Латинской Америке. Если точнее, на восьмом этаже Верховного суда города Асунсьона, столицы Парагвая. И, внимание, эти документы никому не нужны, они не охраняются. Ну, то есть буквально. Кто угодно может зайти в здание суда и, например, выкрасть сотню-другую тайных диктаторских приказов. Тревогу бьет парагвайский правозащитник по имени Мартин Альмада. Синьор Альмада обращается в ООН с просьбой защитить ценные архивы. Он потратил 15 лет, чтобы их найти. И теперь их судьба под вопросом. И дело не только в том, что эти бумаги способны посадить за решетку Пиночета и еще сотни виновных в пытках, исчезновениях и убийствах. Они также доказывают, что в 70-х и 80-х годах существовал тайный сговор между шестью диктаторскими режимами на территории Латинской Америки. Более того, согласно документам, вот эту совместную слежку и устранение диссидентов финансировали Соединенные Штаты Америки. Привет, меня зовут Полина Агаркова, и это совместный подкаст правозащитного проекта ОВД-Инфо и студии «Либо-либо. На каком основании?». Мы делаем его при поддержке Радио Сахаров и Школы прав человека имени Елены Бонар. Здесь мы рассказываем истории, которые помогают разобраться, что такое права человека, откуда они берутся и кто и как может отвечать за их соблюдение. Итак, тайный сговор, финансирование США. Все это звучит как теория заговора, не так ли? Но мы точно знаем, что это происходило на самом деле. Знаем благодаря тому самому человеку, обратившемуся к ООН, школьному учителю, правозащитнику и юристу Мартину Альмади. И это история о том, как он разоблачил операцию «Кондор» и помог нескольким нациям восстановить память о жертвах режима. 1976 год. Парагвай. Маленькая страна между Аргентиной и Бразилией, прямо в центре южноамериканского континента. Страна-деревень, на одну половину состоящая из тропических болот, а на другую из полупустынных равнин. Вот уже 22 года этой страной правит диктатор Альфреда Стресснер. И хотя в стране регулярно проводятся президентские выборы, их результаты известны всем заранее. Возмущаться негде, негосударственные СМИ закрыты. Силовики заняты поиском внутренних врагов, якобы готовящих революцию по заказу коммунистов. Люди, привлекающие их внимание, часто пропадают без вести. К сожалению, навсегда. Осенью 1976 года, недалеко от столицы Парагвая-Ассунсьона, открывается лагерь для политзаключенных Эмбаскада. Сто квадратных метров, огороженных семиметровыми каменными стенами. Настоящая военная крепость посреди зеленых равнин. В день открытия к воротам лагеря съезжаются колонны красных шапочек. Так в Парагвае называли автомобили для перевозки заключенных. Среди первых прибывших в лагерь оказывается школьный учитель, сеньор Мартин Альмада. Вот что он там увидел. Рев моторов, громкоговорители, приказы, крики. Мы были сбиты с толку. Двигались медленно, пытаясь понять, где мы находимся и что происходит. Скоро привезли других людей. И в итоге нас оказалось почти четыре сотни. Мужчина, женщина, новорожденная, кормящаяся грудью своих растрепанных матерей. С любопытством я ловил малейшие детали этой сцены, напоминавшей нацистские лагеря времен Второй мировой. Коммунистов, главных врагов стресснерского режима, для содержания которых, по идее, и построили этот лагерь, там набралось бы от силы штук 25. Мартин Альмада не был одним из них. Вообще-то он, как и все, коммунистов недолюбливал. Мартин был настоящим Колорадо, членом республиканской партии, послушным христианином, патриотом, мужем и отцом. Вместе с женой он управлял школой, ну то есть со стороны прямо образцовый гражданин. Но некоторым казалось, что методы преподавания сеньора Альмады, мягко скажем, волюнтаристские. Например, в школе не только учителя оценивали учеников, но и наоборот. А еще во время занятий поощрялись свободные дискуссии. А еще Мартин Альмада инициировал строительство кооперативного жилья для учителей, которые, кстати, жили за чертой бедности. Но вот после такого набора фактов сеньор Альмадо, конечно, выглядел как человек с красной звездой на груди. Последней каплей стало то, что Мартин Альмадо защитил в соседней Аргентине докторскую диссертацию, в которой раскритиковал систему образования в Парагвае и заявил, что вся она работает на укрепление диктаторского режима. 26 ноября 1974 года двое полицейских в штатском вошли в кабинет сеньора Альмады. Они сообщили, что пришли с обыском, и Альмаду вызвали на неофициальный допрос. Несколько часов ему задавали вопросы о связях с коммунистами. Альмадо заметил, что некоторые силовики, участвовавшие в допросе, говорили на испанском с акцентом, то ли бразильским, то ли чилийским, но тогда он не придал этому большого значения. Мартин настаивал на своей невиновности, и когда начальнику полиции Ассуньсионе надоел этот разговор, он приказал вести Альмаду в следственный изолятор. На улице, где располагалась СИЗО номер один города Ассуньсион, прохожие часто слышали громкую бразильскую музыку. Она доносилась прямо из изолятора. Силовики включали ее, чтобы заглушить крики, когда внутри кого-то пытали. После того, как туда доставили сеньора Альмаду, музыку тоже включили. Полицейские сказали, «Сейчас ты у нас запоешь». Из воспоминаний Мартина Альмады. У каждого инструмента для пыток было свое название. Такие плетеные тросы с металлическими шариками на концах назвали «национальной конституцией», вонючую воду с фекалиями и мочой – травами человека, а дубинки – демократией. Дома у Мартина остались жена и трое детей. Для них у силовиков тоже были припасены изощренные пыточные инструменты. Одним вечером в доме Альмады раздался звонок. Трубку взяла Селестина, жена Мартина. Она надеялась услышать голос мужа, от которого вот уже несколько недель не было никаких вестей. В телефонной трубке она услышала голос, действительно принадлежавший ее мужу. Она его узнала, даже несмотря на то, что вместо речи звучало что-то нечленораздельное, переходящее в крики и стоны. Следующим вечером ей позвонили снова, и с тех пор звонки не прекращались. Каждый вечер Селестина в ужасе поднимала трубку, заранее зная, кто и зачем ей звонит. Несколько раз к двери их дома доставляли окровавленную одежду. Спустя полторы недели голос на другом конце провода сообщил, что сеньор Мартин Альмады скончался, и Селестину приглашают для изъятия трупа. Тем временем Мартин Альмады не был в курсе, что он умер, и, конечно же, не подозревал о звонках, на которые приходилось отвечать Селестине. С момента похищения Альмады из собственного кабинета ему не сообщали никаких вестей о семье. И вот однажды утром сокамерник поинтересовался у Мартина, знает ли тот сеньору Селестину Пэрес де Альмадо. Мартин ответил, что, конечно же, знает. И тогда сокамерник молча передал ему газету. Там было написано, что сеньора Селестина Пэрес де Альмадо погибла. Потом выяснится, что в ночь последнего звонка ее сердце попросту не выдержало. Но в тот момент полицейские говорили Мартину, что его любимая жена совершила самоубийство. Он не мог в это поверить. Вскоре после новости о смерти Селестины пытки по какой-то причине прекратились. И следующие два года Мартина будут перевозить из одного СИЗО в другой. До тех пор, пока в сентябре 1976 года Красная Шапочка не привезет его в тот самый новый лагерь для политзаключенных Эмбаскаду. В Эмбаскаде жизнь была тяжелой, настолько, насколько вы можете себе представить. Ненормальной еды, нечистой воды, четыре сотни искалеченных людей. Эмбаскада – худшее творение Стресснера, вспоминала в одном из интервью заключенная лагеря доктор Глэдис Меллингер де Санниман. Именно ей приходилось лечить людей от последствий пыток и чудовищных условий содержания. Принимала Глэдис в импровизированном врачебном кабинете, который ей позволили открыть благодаря давлению Красного Креста. Так вот, довольно быстро на приеме у доктора Санниман оказался и Мартин Альмада. Воистину, Эмбаскада – худшее творение Стресснера. Глэдис была права. Но кое в чем, считала она, диктатор все же просчитался. Стресснер собрал всех политзаключенных в одном месте. И мы много друг с другом болтали. И Глэдис было что разбалтывать. У нее была теория. Она считала, что заключенные лагеря Эмбаскада не просто жертвы диктатуры Стресснера. Глэдис была уверена, что в секретной операции по преследованию инакомыслящих, пытках и убийствах участвует почти весь материк. Доктор Глэдис Санниман столкнулась с режимом Стресснера почти сразу после его прихода к власти. Еще будучи студенткой, Глэдис устроилась на работу в рядовую парагвайскую больницу. В одну из ночных смен к ним доставили молодого человека прямиком из полицейского участка. Через несколько часов он скончался. Начальник полиции потребовал от врачей написать заключение, что смерть наступила в результате сердечного приступа. Доктор Санниман отказалась подписывать бумагу без проведенного вскрытия и провела его самостоятельно. Глэдис обнаружила множественные внутренние повреждения тканей и разрывы органов. Было ясно, что его пытали. Со временем антистресснеровские взгляды Глэдис лишь окрепли. Она присоединилась к подпольной партии и вышла замуж завидного оппозиционера. А когда совмещать политическую борьбу и врачебную практику стало невозможно, Глэдис с мужем эмигрировали из Парагвая в Аргентину. Там доктор Санниман устроилась на работу в санаторий. Относительно безопасная жизнь продлилась почти 16 лет. Одним утром в санаторий ворвался отряд, состоящий из федеральной полиции и армии Аргентины. Глэдис задержали и несколько следующих месяцев доктор Санниман провела в следственном изоляторе. Пока однажды посреди ночи в ее камеру не ворвались какие-то мужчины. Они натянули ей на голову мешок и увезли Глэдис в неизвестном направлении. Когда машина остановилась, а мешок сняли, Глэдис увидела перед собой реку Парана. Эта река была ей хорошо знакома. По ней проходила граница между Аргентиной и Парагваем. Из воспоминаний доктора Санниман. 28 июля 76 года около полуночи с мешком на голове и закованную в наручники меня посадили в полицейский фургон. Словами не описать, как мне было страшно. Почти сразу после прибытия я поняла, что смотрю на порт реки Парана. По моему телу пробежала дрожь. С незапамятных времен эта река скрывает тайну тысяч людей, пропавших без вести на обоих ее берегах. Стоя на аргентинской земле, Глэдис смотрела на Парагвай, страну, из которой она бежала много лет назад. Доктор Санниман посадили в военно-морской катер и зачитали уведомления о депортации. На другом берегу ее ждал начальник родной полиции. Так доктор Санниман на собственной шкуре убедилась в том, что Аргентина и Парагвай работают сообща. В пользу ее теории говорило и то, что в лагере Эмбаскада содержались иностранные граждане. Кроме того, в одном из поздних интервью Глэдис объясняла, что она была уверена в сговоре между странами, потому что люди, пытавшие ее мужа в одной из тюрем Аргентины, говорили с ним на гуарани, языке коренных индейцев Парагвая. И при всем этом даже доктор Санниман не могла в полной мере оценить реальные масштабы этого сговора. Она не знала, что за диктаторскими режимами Латинской Америки стоит кто-то еще. США. Но погодите, зачем США, стране, которую в тот момент захлестнуло движение за гражданские права, поддерживать диктатуры на другом материке? Простой ответ — деньги и власть. А для сложного нужно начать издалека. В XVI-XVIII веках испанские короли колонизировали Латинскую Америку. В процессе завоеваний земли коренных народов продавались или передавались в частное владение захватчикам. Вместе с большими плантациями новые владельцы получали и батраков. Коренное население, формально свободное, было вынуждено за копейки работать на колонизаторов. Эта система сохранялась веками, и уже в XX веке те же самые земли вместе с людьми на них стали перекупать американские корпорации. Например, владения компанией United Fruit разрослись до размеров целой Черногории. Благодаря своим необъятным ресурсам корпорация, занимающаяся экспортом фруктов, стала более влиятельна, чем правительство латиноамериканских стран. Только представьте, в какой-то момент Гватемала попросила United Fruit стать их почтовым оператором. А позже корпорация, перевозившая бананы, открыла в Гватемале телерадиовещательную компанию. Отчасти выражение «банановая республика» возникло из-за этого дисбаланса власти. Тем временем местное население продолжало трудиться за копейки, только теперь уже на компании типа United Fruit. И, конечно, история угнетения, растянувшейся на четыре века, не могла не породить в странах Латинской Америки запрос на социальную справедливость. В 1952 году в Гватемале провели аграрную реформу, и земли во владении United Fruit стали распределять между крестьянами. Это очень не понравилось боссам корпорации, и они обратились к правительству США. В это время уже вовсю шла холодная война. В Белом доме боялись красные угрозы, и обращение United Fruit стало очень тревожным звоночком. Правительство Гватемалы было объявлено прокоммунистическим, а ЦРУ получило указ провести в Гватемале военный госпереворот. Трагедия, по словам исследовательницы Патрис Макшери, состояла в том, что корпорации просто воспользовались страхом правительства США, тогда как никаких происков СССР там и в помине не было. Люди реально просто хотели лучшей жизни для себя и своих детей. Так или иначе, в Гватемале установилась первая диктатура, которая, кстати, была очень выгодна для бизнеса United Fruit. Вы, вероятно, удивитесь, но сценарий с госпереворотом повторился в Бразилии в 64-м, в Доминикане в 65-м, в Боливии в 71-м, в Чили в 73-м. А слово коммунист было подхвачено военными диктатурами и превратилось в ярлык, который теперь можно было повесить на любого недовольного. Достаточно просто усмотреть в нем иностранное влияние. Апофеозом этого стало появление операции Кондор в 1975-м году. Исследовательница Патрис Макшери в своей книге «Государство-хищники. Операция Кондор и тайная война в Латинской Америке» дает следующее определение. Операция Кондор — это система агентурной разведки и секретных операций, созданная в 70-х годах XX века. С ее помощью военные диктатуры Южной Америки обменивались разведданными, а также похищали, пытали и казнили политических оппонентов на территории стран друг друга. Страны Кондора участвовали в террористических действиях, направленных на уничтожение угрозы диверсий со стороны левых и на защиту западного христианского мира. Кондор был частью плана США по борьбе с общественными движениями за политические и социально-экономические перемены. Простыми словами, латиноамериканские диктатуры совместно строили огромную репрессивную машину. США она была нужна для борьбы с коммунистическими настроениями, а диктаторам для удержания власти. Центральными игроками операции были режимы в Аргентине, Чили, Уругвая, Парагвая, Боливии и Бразилии, а позже к ним присоединились Эквадор и Перу. Это, кстати, примерно 80% всего материка. Так что, представьте, вы просто физически не можете скрыться от Кондора. А вы это, кстати, кто? Принято считать, что жертвами операции Кондор становились всякие левые деятели и отколовшиеся элиты. Профсоюзные лидеры, социал-демократы, христианские демократы, военные диссиденты, бывшие президенты и представители Конгресса. Но вообще-то под каток репрессии попадали все без разбора. К примеру, в лагере имбаскада, в котором оказался наш герой Мартин Альмада, сидело три поколения одной семьи. 29 человек. Сидели за то, что вместе с соседями хотели открыть неофициальный кооператив для продажи своей сельскохозяйственной продукции. В принципе, они могли бы зарегистрировать его и официально. Вот только для этого надо было заводить юридическое лицо и вести бухгалтерию. А большинство членов семьи не умели ни читать, ни писать. В похищениях и пытках этих людей на территории стран Кондора участвовали отряды наемников, что-то типа частных военных компаний, выполнявших государственные задачи под прикрытием. Исследовательница Патрис Макшери называет такие образования пара-полиции и пара-армии, потому что по факту они формировали параллельные государству структуры. Отряды были кросс-культурные, то есть в них состояли граждане из разных стран-партнеров и чаще всего они были преступниками. Эти ЧВК имели доступ к обширной теневой инфраструктуре, секретным тюрьмам, паркам незарегистрированных автомобилей, самолетов, неофициальным кладбищем. Они проводили операции по задержанию эмигрировавших диссидентов и доставке их в страны происхождения, после чего те часто пропадали без вести. Именно так доктор Гладис Саниман доставили из Аргентины в Парагвай и вот почему в первом допросе сеньора Альмады участвовали иностранцы. Соединенные Штаты Америки в свою очередь помогали структурам Кондора. ЦРУ финансировала отряды и знакомила их участников с самыми современными методами пыток. А еще США отправили в страны Кондора мощные компьютеры для того, чтобы тайные полиции могли оперативно обмениваться информацией. Фотографии, микрофильмы, отчеты о слежке, психологические профили. На каждого инакомыслящего был собран архив документов. Когда, сидя в медкабинете доктора Саниман, сеньор Мартин Альмады услышал рассказ о разветвленной системе международного государственного шпионажа, он, конечно, в него не поверил. И все же эту встречу в лагере Эмбаскадо можно считать первой счастливой случайностью в нашей истории. Идея о том, что архивы, в которые вписаны имена Мартина и его покойной жены Селестины существуют, наверняка поселилась в голове Альмады под влиянием безумных теорий Гледис. И вскоре в жизни сеньора Альмады произойдет череда других счастливых случайностей, которые окончательно убедят его в существовании операции Кондор. Со временем заключенным Эмбаскадо удалось сделать сурованную лагерную жизнь чуть более сносной. Они выбили возможность устраивать капустники по субботам и заниматься спортом, охрана стала разрешать недолгие визиты родственников, а Красный Крест и Амности Интернешнл смогли обеспечить лагерь чистой водой и нормальной едой. Но шли дни, и сеньора Альмады терял надежду. Он хотел справедливости, освобождения, хотел, чтобы виновные в смерти его жены понесли наказание. Знак протеста Мартин Альмады объявил голодовку. По его воспоминаниям это был очень непростой опыт. На пятый день голодовки Альмады упал в обморок, на пятнадцатый вошел в состояние делирия. Вместо прутьев камеры он видел свежие багеты, вместо собственных ботинок куски мяса. На тридцатый день Мартин уже вообще ничего не соображал. И тут в этой истории произошла вторая счастливая случайность. 24 сентября 1977 года Мартина Альмады выпустили из лагеря имбаскада. Вытащить его из тюрьмы удалось благодаря усилиям Amnesty International и Комитету Церквей Парагвая. Говорят, что представители Комитета просили за Мартина на приеме лично у диктатора Стресснера. После того, как Мартина освободили, ЮНЕСКО пригласили его на работу во Францию. Сеньор Альмады уехал в Париж. Вот несколько выдержек из расписания Сеньора Альмады в эмиграции. 22 сентября 80-го года выступление в Белграде перед латиноамериканскими дипломатами. Декабрь 81-го Сеньор Альмады выступает в Венесуэле со свидетельством о нарушении прав человека в Парагвая. Январь 82-го Мартин выпускает свой первый музыкальный альбом вместе с другими парагвайцами в изгнании и так далее. Конференции, презентации книг, выступления перед политиками. Со стороны может показаться, что Сеньор Альмады был занят традиционными эмигрантскими забавами, едва ли приближавшими восстановление справедливости на родине. Но в реальности в расписании Альмады было одно очень важное дело, о котором он не забыл. Дело непубличное, кропотливое и неспешное. Поиск архивов, доказывающих преступления Стресснера против собственного народа и подтверждающих реальность операции Кондор. Совершенно непонятно, как их искать, если ты находишься на другом континенте, но у Мартина была гипотеза. Если в преступлениях замешаны силовые структуры, значит, они могут, пусть и случайно, выдать местоположение документов. Поэтому Альмады пытался понять, где находятся архивы с помощью парагвайского полицейского журнала. Это что-то типа периодического издания с пресс-релизами. Такого-то повысили, там-то открыли новый участок и прочие маленькие радости силовых структур. Раз в некоторое время Мартин получал выпуски журнала у себя в Париже и ночами выискивал подсказки в текстах и на фотографиях. И так прошло 12 лет. Пока наконец, 3 февраля 1989 года, радио BBC не передало новость. Режим Альфреда Стресснера пал. Мартину Альмаде был открыт путь на родину. Итак, Мартин Альмаде прибыл в Парагвай. После многолетнего изучения полицейских журналов сеньор Альмаде установил три гипотетических места, где могли бы храниться архивы. Но прежде, чем самостоятельно отправиться на их поиски, Мартин Альмаде пошел в суд. Все-таки он верил в демократические институты прекрасного Парагвая будущего и решил пойти официальным путем. Сеньор Альмаде не стал мелочиться и подал иск сразу против диктатора Стресснера, а еще против министра внутренних дел, начальника полиции и конкретно тех, кто подвергал Мартина пыткам. Альфредо Стресснер в этот момент отсиживался в Бразилии. Парагвайская газета ABC 15 раз публиковала на страницах издания официальные повестки на его имя с просьбой явиться в суд для дачи показаний, а судья направлял властям Бразилии ходатайство об экстрадиции. Все безрезультатно. Прошло три года, и тут вера Альмады в правосудие все-таки начала оправдываться. В стране приняли новую конституцию, значительно отличающуюся от старой авторитарной версии, написанной под Стресснером. В частности, в конституции 92-го года появилось два ключевых для дела изменения. Первая новая статья о пытках, в которых похищение и убийство по политическим мотивам признавались незаконными. Второе изменение появление принципа «хабиас дата» с латинского «имеешь сведения». Он закрепляет право гражданина запрашивать любые касающиеся его документы из государственных архивов. То есть теперь Мартин мог потребовать от государства выдать ему бумаги, вместо того, чтобы искать их самостоятельно. Но не все было так просто. Судья направил запрос начальнику полиции Асуньсона о документах по задержанию Мартина Альмады. А в ответ получил отписку с таким текстом. «Дело Мартина Альмады или сведений о его задержании в полицейском архиве не обнаружено». Вероятно, документы пропали в связи с событиями, произошедшими 2-3 февраля 1989 года. То есть сеньору Альмаде буквально сказали «Память о ваших пытках исчезла вместе со Стресснером, покинувшим президентское кресло». Но начальник полиции ошибся, понадеявшись, что отказ одному активисту поможет замять дело. Чуть ли не каждая семья в Парагвайе пострадала от системы, которую он пытался прикрыть. Память о погибших и пропавших была жива, и она стала коллективной раной. Дело Альмады против государства было больше, чем сам Альмады. Оно касалось всех. И на кону стоял вопрос, должны ли мы помнить. И вот однажды в доме Мартина Альмады снова раздался звонок. «Мне позвонила какая-то женщина и говорит, «Профессор, ваши бумаги не в полицейском участке и вообще не в Эссунсьоне. Они в ломбары. Приезжайте, поговорим». Вспоминает сеньор Альмады для чилийского телеканала в 2016 году. «Мы встретились, и я смотрю на нее, а знаете, у жен генералов и наркоторговцев обычно полный рот золотых зубов. И вот у нее везде золото, золото, золото. Я понимаю, эта женщина очень важная персона. И она говорит мне, «Профессор, я хочу помочь правосудию. Я дам вам планы Кондора». Три месяца назад я отдала те же документы руководителю радикальной партии, и он не сделал ничего. «Вам я доверяю и хочу помочь правосудию, и знаю, что вы невиновны». И ушла. Да, какая-то жена наркоторговца или бандита просто так взяла и рассказала Мартину, где лежат архивы Кондора. Третья счастливая случайность в этой истории. Спустя несколько дней 55-летний Мартин Альмады выезжает по адресу в Ламбаре. Его сопровождает судья, помощник судьи, вторая жена Альмады и несколько журналистов с камерами. На месте они обнаруживают обветшалое, ничем не примечательное здание. Оказывается, это бывший полицейский участок. На входе в здание их встречает полицейский. Он пытается остановить прибывших, но все попадает на камеры. Говорит судья. Нам достоверно известно, что здесь есть документы по делу Мартина Альмады. Властью, которую я представляю, прошу не препятствовать их поиску. Я вам приказываю, мы должны сделать так, как следует. Именно я отдаю распоряжение, и у вас с этим не должно быть проблем, потому что мы выполняем требования закона. Понимаю. Да, сеньор. У нас демократия, а в демократии закон превыше всего. Примечательно, что эти слова произносит молодой 28-летний человек, говорящий как бы от имени нового поколения парагвайцев. Под давлением телекамер полицейский пропускает сеньора Альмаду и остальных. Дверь, за которой предположительно находятся архивы, оказалась закрыта. Ключей якобы ни у кого не нашлось. Мужчины стали вскрывать замок. Дверь открыта. Спустя несколько часов работы молодой судья выходит дать комментарий журналистам. Здесь гора документов, которые, очевидно, имеют отношение к прошлому, и никто не хочет, чтобы оно возвращалось. Я прошу, чтобы пришел дежурный судья, потому что мои полномочия ограничены. Я нахожусь здесь по делу Мартына Альмады и ищу документы по этому делу. Мы приступаем к поиску. Можете смотреть. Думаю, это событие исторической важности. Поиски архивов продлятся несколько дней. Сотни коробок обнаружат еще в одной закрытой комнате, а также во дворе. Оказалось, что некоторые документы буквально закопали в землю. Всего будет собрано около четырех тонн различных фотоальбомов, аудио-видеокассет, картотек и отчетов о задержанных. Находка Мартына Альмады получит название архива террора. С большим волнением я сообщаю, что мы нашли гору кассет с записями из полиции. И среди них точно есть кассета, которую полицейские заставляли слушать мою жену. говорит сеньор Мартин Альмада. Под прицелом десятков видеокамер бывший школьный учитель не может сдержать слез. Для меня это восстановление справедливости. Наконец-то. Это доказывает, что начальник полиции соврал судье. И это очень серьезное доказательство. И полиции предстоит сделать очень много, чтобы восстановить доверие обществу. Не оцифрованные бумаги лежали без присмотра, но благо в ЮНЕСКО все же обратили на это внимание. И в 2000 году архивы террора были зарегистрированы в памяти мира, всемирном сборнике важных для человечества документов. За этим последовали поиски документов в других странах Латинской Америки. В 2003 году указом Парагвайского конгресса была создана так называемая Комиссия Правды и Примирения, расследовавшая нарушение прав человека при Стресснере. Но, к сожалению, никаким реальным политическим последствиям это не привело. Чилийский диктатор Августа Пиночет избежал правосудия, как и Альфредо Стресснер. Они оба умерли в 2006 году, так и не ответив за свои преступления. Зато спустя 10 лет был осужден другой участник Кондора, последний аргентинский диктатор Рейнальдо Биньоне. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Кстати, историю о том, как еще одного диктатора все же удалось привлечь к ответственности, мы расскажем в следующем выпуске. Что же касается США, в июне 99-го года по приказу президента Билла Клинтона были опубликованы документы, подтверждающие связь американских спецслужб с операцией Кондор. Стоит ли говорить, что никакой компенсации от США пострадавшие не получили? Зато лагерь для политических заключенных имбаскада в 2016 году был переименован в Институт социальной реабилитации имени доктора Глэдис Санниман. Глэдис, как и Мартин, вернулась из вынужденной эмиграции и остаток жизни посвятила работе с памятью. Синьор Альмадо умер несколько месяцев назад, в феврале 24-го года в возрасте 87 лет. Благодаря ему тысячи людей смогли обрести покой. Мартин Альмадо сделал для Прагвая важную вещь. Он сохранил историческую память о политических репрессиях и жестоких расправах государства над собственными гражданами. Зачем нужна историческая память и что она может дать обществу? Во-первых, она может быть основанием для восстановления справедливости. Например, архивы террора послужили свидетельствами в судебных разбирательствах. И хотя людям, которые непосредственно отдавали приказы, зачастую удавалось уйти от правосудия, это не значит, что все виновные остались безнаказанными. Вот что рассказывает сестра одной из пропавших без вести в Аргентине. Дело моей сестры – одно из немногих, по которому преступники были осуждены. И я увидела лица двух виновных в похищении моей сестры. Было ощущение, что я закрыла эту главу, хотя бы отчасти, что я стала чуть ближе к истине и правосудию. Во-вторых, у исторической памяти есть предупреждающая функция. Она содержит в себе призыв помнить, чтобы не допустить снова. Это та самая знаменитая формула «никогда больше», которую писатель Николай Эпле называет «этическим императивом». Слова «никогда больше» высечены на пяти языках в мемориале в Дахау. Они же озаглавили отчет Аргентинской комиссии «Правда и примирения» в 1984 году. И теми же словами завершил свое выступление прокурор Хулио Страссер во время суда над членами хунты в 1985 году. Вот что он сказал. «Господа судьи, я отказываюсь от любых притязаний на оригинальность в завершении этого процесса. Хочу использовать фразу, которая принадлежит не мне, потому что уже принадлежит всему аргентинскому народу. «Господа судьи, больше никогда». «Правда, вот что еще важно. Никакой гарантии того, что общество будет следовать этому этическому императиву. Историческая память сама по себе не дает». К сожалению, слова «никогда больше» не обеспечивают прямолинейного движения к такому обществу, в котором права человека не нарушаются. Вот, скажем, в Берлине стоит мемориал жертвам Холокоста, а бывшие концлагеря превращены в музеи. В России тоже есть свои места памяти о государственных преступлениях. Словецкие камни в Москве и Петербурге или Сандармоха и Барсучья гора — места массовых расстрелов в Карелии, Музей истории ГУЛАГа, в конце концов. Но на примере Германии и России как раз видно, что между памятью о жертвах и правовым государством нет железного соответствия. Но про памятование о государственных преступлениях в России необходимо сказать и другое. Последние 30 лет справиться с травмой советского террора обществу помогал мемориал. Мемориальцы искали, хранили и изучали документы, связанные с политическими репрессиями в СССР, устраивали акции памяти и вообще занимались распространением информации о нашем трудном прошлом. И поначалу государство сотрудничало с мемориалом. Тот же Словецкий камень в Москве, открытый в 1990 году по инициативе мемориала, это совместный шаг гражданского общества и государства. Но начиная с десятых отношение власти к мемориалу изменилось. В 2013 году мемориал был признан иностранным агентом, а в 2022-м организации, входящие в структуру мемориала, и вовсе были ликвидированы решением Верховного Суда. По мнению старшего научного сотрудника Центра Карнеги Александра Баунова, давление на мемориал связано с конкуренцией за память о репрессиях. Российское государство, как и во многих других областях, хочет иметь монополию, писал он в своей колонке в 2021 году. Вот, например, одна из наиболее известных акций мемориала – это возвращение имен. Суть ее в следующем. Каждому участнику предлагается зачитать несколько имен репрессированных и краткие сведения о них – профессию, возраст на момент гибели и дату расстрела. Кто-то добавляет имена своих репрессированных родственников. Кто-то завершает речь словами «вечная память жертвам, вечный позор палачам». А вот государство, в свою очередь, стремится, чтобы вместо конкретных имен память о жертвах приобретала, как пишет Баунов, благообразные абстрактные формы скорби о безвременно погибших, так, чтобы где-то в исторической дали жертвы репрессий слились с другими погибшими во благо Родины для укрепления государства. Иначе, по мнению Баунова, государство оказывается в той же ловушке деликитимизации через прошлое, в какой его спецслужбы. Если власть предшественницы совершала столь вопиющие ошибки и злодеяния, граждане могут подумать, что на это способна любая власть, включая нынешнюю. Но даже если путь к реальному наказанию преступников становится очень долгим, даже если 30-летние усилия не приводят к правовому государству и трудное прошлое остается страшным настоящим, сохранение исторической памяти остается важным кирпичиком в правовом сознании. А сейчас я хочу вам порекомендовать другой подкаст «Либо-либо. Краткая теория всего». Вообще, он о нон-фикшн-литературе, но сейчас у него выходит новый «Правозащитный сезон». Например, в первом выпуске ведущие Лиза и Саша разбираются, как обстояли дела с правами в России 200 лет назад. Ну, вы можете представить, что не очень. Как салонный философ с Басманной стал символом борьбы за свободу. Как растленная Византия повлияла на судьбы России. В общем, в этом подкасте тоже задаются вопросами о правах человека, только ответы на них ищут в книжках. Слушайте новый сезон «Краткой теории всего». Ссылку мы оставили в описании эпизода. Привет! Это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться, в том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Бусти и Патреон. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо. Это был подкаст на каком основании студии «Либо-либо» и правозащитного проекта ОВД-Инфо. Сценарий для этого эпизода написала я, Полина Агаркова. Вместе со мной над выпуском работали редакторки Настя Якубовская и Жанна Алфимова, звукорежиссеры Юрий Шустицкий и Сергей Христолюбов и продюсерка Настя Медведева. Мы будем благодарны, если вы поставите этому подкасту оценку. Напишите отзыв или комментарий там, где вы его слушаете или расскажете о нем в социальных сетях. Это поможет другим людям узнать больше историй про правозащиту. Пока.